Российские легкоатлеты рады возможности поехать на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро этим летом. Несмотря на то, что Международный олимпийский комитет поддержал дисквалификацию Всероссийской легкоатлетической федерации в связи с допинговым скандалом, шансы для отдельных спортсменов по-прежнему остаются. По результатам пятого саммита МОК в Лазани было решено, что каждый российский легкоатлет сможет присоединиться к другим спортсменам национально-олимпийской сборной России, если пройдёт индивидуальную проверку всемирного антидопингового агентства. Спортсмены, которые проходят олимпийский отбор на чемпионате лёгкой атлетики в Чебоксарах, говорят, что решение о дисквалификации было несправедливым. «Я даже посвятил какое-то время изучению фактов и цифр. Придя на разминку, я уже столько счастливых лиц видела, поэтому абсолютно разное было настроение вчера и сегодня у людей. И я также за всех них и за себя в том числе порадовалась, поэтому, конечно же, это для всех огромный плюс». Подобное решение МОК принял и в отношении кенийских легкоатлетов. Ранее антидопинговые службы России и Кении были признаны несоответствующими стандартам Всемирного антидопингового агентства ВАДА. «Каждый атлет из этих двух стран должен быть признан пригодным соответствующей Международной Федерации. И ситуация будет рассматриваться индивидуально в каждом отдельном случае». Напомним, на прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство оставило в силе дисквалификацию в отношении Легкоатлетической Федерации России в связи с допинговыми нарушениями. В ответ министр спорта РФ обвинил организацию в разрушении лёгкой атлетики страны. «Вы знаете, если вы организация, целью которой является развитие лёгкой атлетики, то вы сделали всё, чтобы её разрушить». По словам президента МОК Томаса Баха, к Олимпиаде не будут допущены не только спортсмены, улечённые в допинге, но также врачи и официальные лица, причастные к нарушениям.